Пойдем дальше. АО 100 рублей. Обсудите утверждение, Марго, о том, что душа сугубо христианское понятие. Что Шадов скажет по этому поводу? Ведь в других религиях тоже полно похожих понятий. Ну, я могу тогда начать по этому поводу. В принципе, я согласен, что душа может восприниматься терминологически как чисто христианское, как чисто аврамическое, давайте понятие, чисто аврамическое, потому что тот же самый атман, например, индийский, это вообще нечто другое. Он может восприниматься как некое зернышко. Такое нечто маленькое, то тоже еле уловимое, но все-таки зернышко. А на атмана в буддизме, ну, тоже то, что перерождается, это тоже очень странное понятие. Оно, не знаю, оно вообще, по-моему, ничем не коррелируется, оно очень странное. То есть дхармы каким-то образом перестраиваются, и буддисты сами очень долго думали над тем, как вообще эту проблему разрешить. Если они убрали атман, а что им вообще делать, что перерождается, получается? Откуда идет теория перерождения, они сами, ну, не особо уже понимали, не спорили друг с другом об этом в течение многих веков. У китайцев теория души тоже довольно странная. Это проблема переводна, на мой взгляд, во многом. Мы могли бы просто другими словами переводить эти слова как, не знаю, как совершенно другие какие-то духовные, просто сущности какие-то, другие совершенно философские, нефилософские, религиозные. Здесь как угодно можно сказать. А у христиан, у представителей аврамических религий, ну, здесь все более-менее культурно объединено. Некоторым каким-то более-менее вот единым пластом идей здесь как-то можно работать с этим. Хотя, не знаю, я плохо знаком с иудейской традицией, поэтому вот здесь я утверждать тоже не буду. В кабале вроде тоже похоже. Вот как-то так. Ну да, примерно так. Вообще, многие термины, которые вообще существуют в философии, переводятся с индийского языка на русский или на европейский. Ну, часто мы просто используем какие-то термины, которые нам удобны. Например, какие-нибудь акаша, слово, которое обозначает вроде бы отчасти пространство, либо очень тонкую материю, переводят чисто как эфир. Хотя можно попробовать так перевести, но тоже возникают некоторые сложности. То есть я вообще сторонник того, чтобы сохранять изначальное слово. Ну, например, написано в индийском тексте акаша, окей, вот этот главный центральный термин, лучше пусть будет акаша, и я лучше буду пытаться узнать, что он значит. Чем мне подложат какой-нибудь эфир, какую-нибудь душу. Лучше попытаться разобраться, чем вот такой вот переводческий обман, вот на мой взгляд. Ну да, есть такое. Вот так примерно как йотуны, гиганты. Ну, про душу еще можно заметить. В эллинистическом язычестве у людей были тени. Собственно, человек, он после смерти погружается в реку забвения. От него остается тень, буквально тень, которую он отбрасывал. Опять-таки, это не представление о душе. Потому что душа подразумевает все-таки, что человек возносится, куда-то переходит с воспоминаниями все-таки, своим характером и так далее. Примерно, кстати говоря, раннее иудейское представление о загробной жизни, оно похоже. Потому что в Ветхом Завете есть момент, когда Саул обращается к ведьме, чтобы она вызвала тень пророка Самуила. Предсказал исход битвы. Ну, это сделало, конечно, но души вообще из посмертия обычно нельзя взять и вынуть заклинаниями, чтобы они пришли, что-то предсказали, в принципе. Это, кстати, похоже на сюжет из Волоспо, про Рагнарёк, поэма скандинавская. Там Один воскрешает ведьму на время, чтобы спросить у неё, что будет дальше. Она ему предсказывает про, значит, Рагнарёк, соответственно. Кстати говоря, по смерти в германском язычестве, по всей видимости, было воплощено полностью. То есть люди, люди с точки зрения, грубо говоря, викингов, они возносились или там впитывались в землю телесно. То есть они попадали в Хейл или в Вальхалу, ещё или ещё куда-нибудь там, скорее всего, очень много мест было. Просто мы помним преимущественно про Вальхалу, только телесно они улетали. А для некоторых, возможно, это вообще просто была поэтическая метафора. Я думаю, уже при существовании этой религии, то есть уже когда эта религия была в ходу, я про скандинавское язычество. Потому что скандинавское язычество в том виде, в котором мы его знаем, это поздняя довольно религия. То есть это уже религия поклонения богам, которые асы, айсир, это религия, скажем так, городская. То есть это немного не такое язычество, которое... В общем, достаточно часто можно у него язычников встретить такой троп, что христианство, оно про городскую жизнь, большие скопления людей и так далее. А язычество, оно про поклонение деревьям. Но на самом деле не совсем так, потому что деревья использовались как некий символ, как алтарь, но в общем-то как раз таки религия асов, она была... То есть асы это боги чего? Это боги социальных отношений, производственных отношений. Боги некой социальной и военной, в том числе иерархии и так далее. И поэтому это немного не про поклонение духам природы. И, собственно, возвращаясь к теме про посмертие. Посмертие там было воплощенное, оно было телесное. Люди попадали в свои загробные миры. Загробные миры буквально телесно. Поэтому, когда откапываются захоронения викингов, а викинги хоронили, у них основной практикой было трупоположение. Значит, у них на покойниках навалены камни очень часто, чтобы они не поднимались куда-нибудь. Поэтому у них в ходу, собственно, были легенды и мифы про ожившие трупы, которые опухают сначала, а потом вылазят. Ну, потому что люди видят, что лежит труп, и он пунцовеет со временем, пунцовеет, значит, и пухнет. Ну, если его не похоронить, он лежит как бы на какой-то скалистой пародии, а не на почве, то с ним примерно такое только и произойдет. Ну, в общем, да, бантины тиков с мафией заебали. Серьезно, уже стрим идет полтора часа, эти хуесосы не угомонятся. Выдавайте до конца стрима тайм-матч. что я сказать хотел. Да, то есть, поэтому в ходу были мифы про оживших мертвецов, которые воскресают, они не могут угомониться, и таким образом продолжают убивать людей, что их неправильно захоронили, или их неправильно убили, например. Вот. И так далее. То есть, опять-таки, представления о душе нет, и в современных германских языках, как правило, в северогерманских языках, как правило, слово, обозначающее душу, является либо заимствованием, либо просто поздним, позднеприобретенным словом. Да, в общем, душа – это, по большей части, христианское понятие. Другое дело, что представления о том, что какие-то христианские, значит, нововведения, они взяли и пришли из семитского Ближнего Востока в Европу, это тоже достаточно наивный взгляд на мир, потому что семитские представления, повторюсь, они тоже были о том, что люди, они на крайняк в тень превращаются после смерти, как бы, ну, а евреи, они телесно воскресают в конце времен, правят миром. Ну, то есть, саддукейский иудаизм, он заключался в том, что загробной жизни нет, в принципе, и нет. То есть, есть призраки, то есть, как вот тень пророка Самуила. Но загробной жизни вообще нет, она отсутствует. Просто, если ты еврей и выполняешь все заповеди по возможности, ну, то есть, вот Бог так рассудил, что ты по возможности выполнил все, что мог выполнить из 613 заповедей, не знаю, была ли там заповедь про правильные склонения и числительных, ну, неважно, вот, то ты тогда воскресаешь в конце времен телесно, опять-таки, у них это же телесное, телесное по смерти. Поэтому, почему постепенно значит, в авраамической топике появляются новые, новые построения, ну, вавилонский плен сказался, то есть, заимствование всяких персидских культурных кодов, так скажем. Есть популярная версия о том, что, мейнстримная версия о том, что фарисеи, то есть, перушим, это отступники, в переводе с иврита, так и есть. Ну, иврю, у семитских языков консонантное письмо, там гласных нету, поэтому, вообще, в принципе, еще в Вилуме на воде писано, что там изначально имелось в виду, возможно, имелось в виду что-то вроде перса, имелось в виду, что это, как бы, такие манкурты, которые придумали, значит, неправильный иудаизм, основанный на, значит, каких-то зороастрийских верованиях. А зороастризм это арийская религия уже, ну, индоевропейская, вполне себе, то есть, Ахура Мазда, значит, ну, в общем, вы сами знаете про там всякие интересные, этимологические, всякие, корни, я вам рассказывал уже. Поэтому, кто кому что испортил, на самом деле, вопрос открытый. до сих пор. То есть, христианство это не какое-то нашествие, значит, какого-то семитского востока на Европу. Христианство это прежде всего побочный продукт, ну, скажем так, античного космополитизма. Вот. Побочный продукт некого смешения разных цивилизаций. Согласен. Прежде всего, распространялся в городской среде. Поэтому, опять-таки, нашествие христианства на центральную и северную Европу это некое нашествие безродных космополитов, но совершенно не обязательно семитского происхождения. вот что я вам хочу сказать. И, как правило, вообще ни хрена не семитского. И зачастую имеющих очень антисемитские установки, значит, но тем не менее вполне себе безродных и вполне себе космополитов. Вот. Продолжение следует...